Продолжение следует... ...имеет на это право согласно нашего законодательства. В этом году охват стал еще меньше. На сегодняшний день это 18,6%. Тенденция идет к уменьшению. Но это право заложено в нашем законодательстве. И соответствующим образом граждане должны этим пользоваться. Эксперты считают, что главная причина нарушения прав инвалидов – пересечение полномочий. Как выяснилось, вопрос курортного лечения для людей с ограниченными возможностями курирует сразу три структуры – Министерство социального развития, Министерство здравоохранения и Фонд социального страхования. У нас база данных нет инвалидов. Поэтому инвалиды обращаются напрямую в Фонд социального страхования. Мы работаем либо по обращению с граждан, когда возникают какие-то трудности. Такие обращения есть. Если к процентам содержания посмотреть всех обращений, это порядка, наверное, не более 10% обращений малитов в год в различные инстанции по непредоставлению путевок. Есть в сложившейся ситуации и еще одна причина. Мест в санаториях просто не хватает. За последнее время выбор оздоровительных учреждений по профилю заболеваний опорно-двигательной системы значительно сократился. Эти полномочия возложены на Фонд социального страхования с 2005 года. За это время гражданам Творской области выдано 42 082 санаторные путевки. С помощью информационной системы фонда налажен учет каждого обратившегося и организован контроль за оказанием этого вида государственной услуги. Фонд обеспечивает своевременное заключение государственных контрактов со здравницами, с пассажирскими транспортными организациями. Экспертный совет решил рекомендовать областному парламенту пересмотреть законодательную базу, чтобы инвалиды без проблем могли воспользоваться своим правом на бесплатный отдых на курортах. Следующее собрание экспертного совета состоится уже в текущем месяце.